В день памяти и примирения минутой молчания почтили всех погибших на войне возле мемориального комплекса «Переправа». На торжественном митинге побывала наша съемочная группа. На этом месте в 43-м началась операция по форсированию Днепра с советскими войсками. Конкурс на создание памятного знака объявили в 68-м, 25-летию освобождения Запорожья. Когда поставили консоль и обелиск, поняли, чего-то не хватает. Художественное решение нашел Борис Рапопорт, фигура солдата-победителя, зовущего за собой. Сейчас скульптор живет в Германии и сюда приехал специально на День Победы. Образ просто создавал я, как видел. Разные ребята позировали, потом те, которые мне помогали позировали по очереди. Так что тут я старался создать образ русского славянина. Точные потери войск Красной Армии в ходе форсирования Днепра до сих пор неизвестны только, по приблизительным данным, за всю операцию свыше миллиона человек. После этой битвы в частях осталось до 30% личного состава. Помните подвиг своих дедов и прадедов. Гордитесь ветеранами Великой Отечественной войны, победителями фашизма. Показывайте пример, как надо любить Родину, как надо ее защищать. В силу сложившейся ситуации на востоке нашей страны, хочу пообещать вам от своего лица, а также от лица 55-й артиллерийской бригады, что мы не опозоримся и не упадем в грязь лицом перед агрессором, а также защитим нашу страну и наш родной город от противника на боях на Донбассе. Если в 41-м году в Украине проживал 41 миллион человек, то в 45-м всего лишь 27. В память всех тех, кто не дожил до мира на этой земле, почтили минутой молчания, а к подножию монумента подложили траурный венок.